Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать очередную магию, которую показали нам на презентации Epic Games. Соответственно, с видео я чуть-чуть буквально запоздал, потому что уже, наверное, все, кому не лень, разобрали, что такое Megalights. Но, тем не менее, я просто хотел немножко с этим поработать, прикинуть, где это будет, возможно, использовано. Показать, как это все будет работать на собственной сцене. Не на той сцене, которую продемонстрировали сами создатели Megalights, Unreal Engine и так далее. А я создал именно свою собственную сцену. И здесь я вам скажу, очень много источников света. Ну, вообще, это у меня один блюпринт. То есть, что это за логика? Давайте сейчас быстренько покажу. Это Construction Script. Ну, вот такая вот логика. То есть, я все это с помощью массивов сделал. Итак, смотрите, что такое вообще Megalights и как она вообще перевернет, в принципе, игровую индустрию. Я не побоюсь этого слова. Смотрите, я сейчас здесь включил FPS. И давайте я сейчас запущу мою игру. Тут, в принципе, уже миллиард ошибок. Даже скажу больше, что, возможно, сейчас моя вебка тоже заглючит. И, тем не менее, давайте запускаем. И вот, смотрите, какую картину мы видим. То есть, у нас куча источников света и вот такая вот ерундистика. Что у нас 17 FPS и между отрисовкой кадров проходит 56 миллисекунд. То есть, это прям вообще кошмар. Так играть, конечно, невозможно. Но что же дает Megalights? Я уже не буду здесь сделать больше источников света. Я, конечно, могу здесь сделать больше их. Но не буду, потому что я боюсь, у меня вообще запись прекратится. Так вот, что такое Megalights? Смотрите, это довольно революционная штука. И как она работает? Смотрите, если я сейчас перейду в Project Settings. Здесь обязательно, смотрите, надо вот Ray Tracing включить. Это прям вообще максимально обязательно. И вот эту штуку, здесь галочку поставить и перезагрузить движок. То есть, Megalights работают только с Ray Tracing. Если же вы не сильны в терминологии, Ray Tracing это такая, как бы, довольно тяжелая вещь. Это, смотрите, как она работает. То есть, когда свет, допустим, попадает на какую-то поверхность, то эта поверхность способна еще этот свет отражать и, как бы, проецироваться на другую поверхность. За счет чего появляются там красивые блики, красивые, там, световые эффекты и так далее. Соответственно, большинство игр, пожалуй, все, когда вы играете в режиме качества, есть, как бы, пресет режим качества с Ray Tracing, да, там, красивая картинка, но все идет в 30 кадрах. Так вот, сейчас вы видели, да, что там за кошмар происходил. И увидели, что происходило с FPS. Так вот, еще плюс ко всему работает Ray Tracing. Как работает Megalights? Смотрите, я сейчас здесь просто прописываю Megalights. И здесь галочку включаю. Это, сразу хочу сказать, работает только на версии 5.5 и выше. То есть, на 5.4 этого нет. Все, галочку включил. Смотрите, захожу в игру, ничего не меняю, запускаю. И мы видим, что FPS у нас уже довольно-таки хороший. То есть, 40, да, там, 24. Но нет, в общем-то, такого кошмара, который был изначально. Просто у меня запись еще много отнимает FPS. Вот, поэтому, как бы, если бы сейчас не было записи, он бы мне 60 FPS показывал. И это при Ray Tracing. Поэтому, если у вас Ray Tracing не включен в проекте, то вот эта галочка тоже вы ее включить не сможете. Но, давайте я вам покажу еще одну фишку. Переходим, допустим, ну, в любой blueprint, либо там в лампочку определенную. И здесь, если мы пропишем Light, ну, можем выбрать, в принципе, либо Point Light, либо Spot Light, да, допустим. Кстати говоря, Megalights не работает с направленным светом. Вот с этой вот штукой не работает. Поэтому, давайте, в принципе, выберем Spot Light. Вот, перейдем во Viewport. Вот, вот у меня есть такой вот источник света. И, соответственно, если я здесь сейчас пропишу Mega Lights, да, то здесь вот есть такая вещь, как позволять Mega Lights. То есть, мы можем здесь галочку эту, соответственно, включить или отключить. Вот, поэтому имейте в виду, что, ну, по умолчанию, в версии 5.5, оно автоматически, галочка эта включена. Вот, поэтому, ну, если вдруг вам по какой-то причине не нужно этого, то, конечно же, можете это все дело выключать. Вот, поэтому смотрите, что нам, в принципе, все это дело может дать. Для чего нам это все нужно. Вот, посмотрите, это, получается, город из игры Cyberpunk 2077. Обратите внимание, сколько здесь различных световых эффектов, да. Так вот, игра поддерживает несколько вариантов, да. Это вариант, соответственно, режим качества с рейтрейсингом и режим производительности. Без рейтрейсинга, но в 60 кадрах. Так вот, на что повлияет Megalights? Как я считаю, я, конечно, могу ошибаться, но, вероятнее всего, это сделано для того, чтобы вы могли играть в режиме качества с поджешкой рейтрейсинга, ну, там, в 50-60 кадрах, там уже в зависимости от других особенностей игр, да, и так далее. Поэтому картинка будет красивая, а в кадрах вы терять не будете. Ну, либо будете терять минимально. Поэтому на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в закрытый телеграм-чат. Ну, и также напоминаю про подписку на Boosty, по которой вы будете получать видео уроки, которых не будет на YouTube. Ну, а я с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео. И до новых встреч.